МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Охранные предписания. Совет Федерации и Госдумы намерены разработать новые меры по профилактике насилия в семье. НЭП-версия 2.0. Дождется ли бизнес реальной помощи от государства или повторит судьбу ленинских реформ? Законодательная фикция или как общественное обсуждение введение штрафов за продажу Айка с подростком оказалось фейком? Совет Федерации совместно с Госдумой до 1 декабря подготовит поправки в законодательство, касающееся профилактики домашнего насилия. Согласно озвученным ранее инициативам, жертвы насилия получат право на реабилитацию. Также появится такое понятие, как охранное предписание. Эта норма должна изменить существующую практику, когда жертвы домашней тирании вынуждены скрываться от агрессора в так называемых кризисных центрах. Охранное предписание запретит приближаться к пострадавшим. Если говорить о ближнем зарубежье, то такая практика уже существует, к примеру, в Белоруссии и Казахстане. Напомним, что два года назад в России декриминализировали побои в семье. Избиение близких родственников стало административным правонарушением. Правда, лишь в том случае, когда оно совершено впервые. В Саратове одна из самых громких историй, связанных с домашним насилием, произошла в мае 2017 года. Ее героями стали гендиректор пиар-агентства «Общественное мнение» Алексей Калабродов и его супруга, поэтесса Светлана Федорова. О подробностях жестокого избиения женщины писали многие СМИ. В отношении руководителя ОМА было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью и угроза убийством». Алексею Калабродову грозил срок, но в суде дело было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам за примирением сторон. Здесь они могут укрыться от невидимого, но оставляющего сильную боль и часто отметины на лицах жен и детей – семейное насилие. Балашовский кризисный центр на время становится для них вторым домом. Сюда они приходят вместе с детьми и тем, что успели унести в руках. У каждого здесь своя история в лицах, которые они не показывают. У меня было уже двое детей, когда я встретила человека, с которым мне показалось, возможно, будет совместная жизнь. Он показал себя с лучших сторон. Он заботился о детях, он играл с ними, он занимался с ними. Он очень сильно простудился и заболел. В связи с этим он потерял возможность зарабатывать. Это сказалось на его психическом состоянии. Он начал пить. Соответственно, это были скандалы, срывы. Начал всех перевоспитывать в алкогольном состоянии. Позволял себе избивать старшего сына, меня. Еще два года назад статья 116 Уголовного кодекса о побоях в семье растворилась на просторах совместной жизни страны. Домашнее насилие стало декриминализировано. В Балашовский кризисный центр теперь едут со всей округи те, кого уже не может защитить закон, а домострой угрожает их жизни. За прошедший 2018-2019 год, это было примерно около 500 женщин, точнее говоря, 460, обратились за срочной социальной помощью. Это были и женщины, которые пострадали от мужчин, это были и мамы, которые пострадали от действий своих даже детей. Но они взрослые были. Это были ситуации, когда женщину заставили продать свое жилье насильно. Она оказалась без жилья и средств существования. Это была пожилая женщина. Мне кажется, что все-таки возрос процент именно обращающихся за именно в данном случае. Ну не только в кризисный центр, а вообще вот. Из социальных служб мы часто слышим. После декриминализации агрессор, если акт насилия совершает впервые, привлекается лишь к административной ответственности. То есть штраф он должен оплачивать из семейного бюджета. Поэтому жертвы вынуждены экономить на себе. Законодатель, видимо, не учел, что такая тенденция происходит очень часто. И люди не обращаются в насильные порядки. Не пишут заявления, не возбуждают насильное производство. И битье продолжается, насилие продолжается. Сейчас при Совете Федерации и Государственной Думе начала работу инициативная группа депутатов и сенаторов, куда входят Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Елена Вторыгина, Галина Карелова и Татьяна Касаева. Вместе они готовят документ «Закон о профилактике семейно-бытового насилия». Сложность в том, что Конституция закрепила понятие неприкосновенность частной жизни, а виды совместного проживания там вообще не учитываются. Молодые люди могут жить в гражданском браке, по юридическим терминам выражаясь, сожительствовать. У них, кроме как отношения к поведению совместного хозяйства с точки зрения права-то нет. А насилие бытовое может быть, и оно встречается, мы с вами знаем. Что очень важно еще сказать. Вот в СМИ бытует мнение, что этот закон, он только направлен на защиту женщин. Это не так. Этот закон направлен на защиту и детей, и престарелых членов семьи, всех тех, кто не защищен. Адвокат Елена Сергун считает, что создание нового закона по части семейных побоев – это путь сложный, а реализация его в реалиях нашей страны изначально под сомнением. Есть гораздо более простое решение. Если государство в косвенном виде провоцирует так называемый домострой, это не признак цивилизации, это не признак высокого уровня развития государства, это скорее скатывание назад в мракобиссии. Просто это надо вернуть статью 116. Потому что ведь что получается? И так жертва насилия в силу психологических особенностей, она с большим трудом, превозмогая себя, идет и обращается в полицию. Полиция, которая и так у нас не склонна принимать какие-то активные меры в защиту жертв домашнего насилия, даже при наличии 116, попробуй воспутить это уголовное дело. Крайне тяжело это участковые, которых не хватает, уровень нету, и так далее. Масса других проблем. Так получается у нас что? Ей нужно пройти сначала административное наказание, для того, чтобы этого человека привлекли. И только потом возникает возможность его привлечения к уголовной ответственности. Но ведь что получается? У нас существует наряду со 116 прим, который вот как бы ввели, когда нанесение побоев лицом подвергнутым уже административным указанием. У нас ведь есть статья 117. Это истязание. Но и статья 117 предполагает систематические побои. То есть получается, для того, чтобы мы систему показали, у нас что, административное не в счет? То есть получается, что женщине слишком долго надо ходить с синяками, слишком большие риски с точки зрения жизни, здоровья, на себя надо брать, для того, чтобы в конечном счете защитить себя, как жертву вот этого семейного насилия. Ряд СМИ, в том числе и федеральных, писали о том, что будет введено понятие «охранный ордер», запрещающий приближаться к жертве насилия на 10 метров, а также возможное выселение агрессора из жилища. Этот вопрос задается достаточно часто об охранных ордерах. Мы вообще понятие «охранный ордер» не планируем, так скажем, вводить, а планируется ввести такой термин, как охранное предписание. Сейчас действительно идет дискуссия, нужно это или нет. Эксперты высказывают разные мнения. Кто-то говорит о том, что надо вводить обязательно, потому что жертву надо, ну, как-то изолировать от вот этого, так скажем, нехорошего члена семьи, который всех третирует. С другой стороны, мы понимаем, что реальность, она у нас такова, что, ну, если мы возьмем какой-то дальний наш населенный пункт, ну, куда там выселять этого, так скажем, дебошира? На мой взгляд, закон должен быть живой, не мертворожденный. Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик с принципом дистанцирования жертвы согласна. Но главным оружием в борьбе видят переход семейной тайны о побоях в публичную плоскость. Я за то, чтобы, конечно, ввести ограничительные меры и ограничить доступ к этому человеку, соответственно. Ну, и, соответственно, вот у нас самая большая проблема заключается в том, что многие жертвы бытового насилия, они не жалуются. То есть это систематически происходит, но они боятся пожаловаться, потому что боятся за свою жизнь, за свое здоровье. Они, как таковые, ну, наверное, боятся осуждения со стороны иных лиц. И поэтому, к сожалению, мы узнаем о том, что в семье существует такое насилие, только когда либо уже человек находится на грани жизни и смерти, когда ему нанесены уже довольно значительные, да, ущерб его здоровью, либо когда вообще произошел несчастный случай, и все это повлекло за собой там даже смерть в нередких случаях человека, да. А чаще всего жертвы бытового насилия не пытаются как можно дольше все это скрывать. Сенатор от Саратовской области Людмила Бокова считает, что закон о профилактике семейного насилия должен пройти сперва множество фильтров в лице экспертов от ГУВД, психологов и юристов. В конечном итоге, конечно же, нужно, во-первых, реально представлять картину, да, вот масштабов насилия, потому что приезжают и регионы, и правоохранительные органы имеют свою определенную статистику. И, на мой взгляд, конечно, нужно очень взвешенно, очень разумно отнестись к тому, чтобы еще хуже не сделать той жертве, которая, собственно говоря, оказалась увлечена в насилие. У рабочей группы есть время до декабря текущего года. Именно в этот период Совет Федерации ждет у себя проект закона на столах для подробного рассмотрения. В Саратовской области запретили продажу Айкос несовершеннолетним. Неделю назад региональный парламент внес поправки в закон об административных правонарушениях. Штраф за продажу подросткам устройств для нагревания табака составит для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц до 10, для юридических до 40 тысяч. В роли инициатора изменений в законодательство выступила областная прокуратура. Казалось бы, ведомство Сергея Филипенко достойно похвалы за столь чуткую заботу о здоровье подрастающего поколения. Если бы не одно дно. Общественная экспертиза, которую должны проходить принимаемые в регионе нормативные акты, в данном случае оказалась даже не формальностью, а фикцией. Айкос – устройство для нагревания табака – новомодное увлечение курильщиков всех возрастов, включая тех, кто не достиг 18-ти. Стильные штучки, по дизайну напоминающие айфон вкупе с дорогой шариковой ручкой, позиционируются производителем как менее вредное изделие по сравнению с табаком. Суть в том, что табак в процессе курения не горит, а нагревается. На самом деле процесс нагревания не делает табак менее вредным. Несмотря на предупреждения врачей и совсем не детские цены, реклама и успешный маркетинг привели к тому, что Айкосы сегодня продаются повсеместно. В больших торговых центрах купить устройство можно совершенно свободно. И не только купить, но и протестировать. Из-за того, что Айкос по какой-то непонятной причине не считается сигаретой, курить его по закону можно даже в общественных местах, чем тусящая на крылечках молодежь активно пользуется. Но одно дело, когда тебе уже есть 18, и совсем другое, когда никотиновую грелку приобретает ребенок. Поставить заслон нагревательным устройством в части продажи их несовершеннолетним решила областная прокуратура. В августе прокурор Саратовской области Сергей Филипенко внес в региональный парламент законопроект, вводящий штрафы за продажу Айкосов детям и подросткам. Законопроект обсуждали на последнем заседании Думы, и на нем же его и приняли в первом и втором чтении. И все бы хорошо, если бы не одно «но». Оценка регулирующего воздействия законопроекта, похоже, оказалась сущей формальностью. А ведь без такой оценки он не может быть принят. В законе Саратовской области от 24 февраля 2016 года говорится, что все нормативные акты, которые принимаются в области, должны проходить общественную экспертизу. Мнением общества о продаже Айкосов прокуратура поинтересовалась или сделала вид. В экспертную группу по оценке законопроекта вошли весьма разношерстные компании – ювелиры, мебельщики, строители, коммунальщики и представители иных отнюдь нетабачных профессий. Мебельная фабрика «Мария», «Облкоммунэнерго», сеть ювелирных магазинов «Занзибар», группа компаний «Лепта», «Ростехинвентаризация» – в представлении прокуратуры это и есть специалисты по Айкос. Депутат Сергей Курихин попросил присутствующего на заседании зампрокурора области Павла Мельника уточнить, какое отношение к оценке регулирующего воздействия имеют все эти компании. Но господин Мельник предпочел перевести ответственность за столь странный выбор экспертов на Минэкономразвитие, которое в свою очередь сослалось на московскую организацию – Агентство стратегических инициатив. Агентство стратегических инициатив по протяжению новых проектов. Это некоммерческая организация, которая находится в Москве. То есть они предоставляют сведения участников. У них есть свой ресурс, у них есть своя площадка. Они общаются с инициативными гражданами нашего региона. Список приходит к нам, и мы с ним уже общаемся в электронном виде. Соглашение, которое у нас подписано со всеми общественными организациями, мы с ними работаем в прямом контакте. Эксперты ОСИ, мы не можем их заставлять, это их добровольное право. Согласно документам, публичное обсуждение законопроекта проводилось уполномоченным органам с 19 сентября по 7 октября. Однако ни один из экспертов, опрошенных нашей съемочной группой, в нем не участвовал. И не просто не участвовал, а даже не знал, что попал в эксперты. Для большинства озвученная нами информация об отведенной им роли общественных помощников государева ОКО стала настоящим сюрпризом. Андрей Владимирович, вы в курсе, что вы вошли в экспертную группу по обсуждению законопроекта о продаже устройств для нагревания табака для несовершеннолетних? Я вошел в общем, мне интересно, кто мне туда мог включить в экспертную группу. Я первый раз об этом слушал. Никто меня не приглашал. А вам близка вообще эта тема продаж? Я не близка. А вы курите? Да, я курю. Гареты, никакие электронные даже не курю. Деятельность моя с этим никак не связана. Хорошо, что хоть новость не скажешь. Честно вам скажу, удивлён. Владимир Валентинович, вы в курсе, что вы вошли в экспертную группу? Первый раз слышу, и вообще я даже не знал про эту тему. Она мне вообще не интересна, я не курю, поэтому. Он чувствовал как-то не по адресу. Я не видел в глаза его, поэтому как я могу комментировать, потому что я не видел и не слышал. Наверное, извините мне, ладно? Просто я говорю, я вообще не в этой теме. Владислав Игоревич, мы снимаем сюжет по поводу законопроекта о том, чтобы штрафовать всех, кто вам продает детям Айкосы. А вы в курсе, что вы вошли в состав экспертной группы? У вас не извещали об этом? Пока нет. Может, в отпуске вы уже не успели. Я только вышел второй день. Может быть, у меня где-то сейчас всё на почте или документально есть. Надо разбирать, смотреть. Слепой метод рассылки привёл к тому, что в эксперты попали и те, кто на эту роль совсем не годился. Хозяйка ювелирного магазина «Занзибар» госпожа Прокофьева даже не могла понять, по какому поводу её тревожат журналисты, и поручила общение с ними своему менеджеру. Я нахожусь на рабочем месте и занимаюсь с вами прямыми профессиональными обязанностями. Вы меня сейчас отвлекаетесь и тратите моё драгоценное рабочее время. Какой у вас вопрос? Вашего руководителя включили в состав экспертной группы по оценке законопроекта областной прокуратуры. Мы хотим с ней пообщаться и взять у неё комментарий на эту тему. Обращались ли к ней, уведомляли ли её, знает ли она о том, что она вошла в состав экспертной группы. Информация последняя, больше информации не будет. Наш руководитель не будет ничего обсуждать с вами конкретно. Всё, что я могу вам сказать. Порошин, этот номер, пожалуйста, не звоните, он нам нужен для наших рабочих целей. Мы сейчас занимаем линию, и мы теряем в это время клиентов. Поэтому здесь и ничего не могу вам, ничего никак не могу помочь, к сожалению. Есть в этом деле и другие казусы. О том, что рассылка уведомлений осуществлялась автоматически, говорят фактические ошибки и несоответствие в документе. Так, Роман Воронков, который указан в списке директором саратовского филиала компании «Ингострах», в нём, как выяснилось, давно не работает. Бывший министр промышленности области Сергей Лисовский в списке экспертов по нагревательным устройствам присутствует в должности, которую давно не занимает. О своём участии в законопроекте прокуратуры господин Лисовский не знал. Ну, спасибо, что я узнал от вас об этом. А как обычно происходит, когда вас привлекают к обсуждению какого-либо законопроекта? Меня не раз привлекали, то предупреждали или приглашали на заседание, на котором говорили, какая повестка, суть законопроекта. Ну, к этому, естественно, подготовишься, свои мысли приведёшь в порядок. Но здесь ничего не было. Ну, а насколько вам вообще блеста эта тема, тема курения? Я не сторонник запретительных мер, да, но в таком важном вопросе считаю необходимым два условия. Первое – это широкое обсуждение с гражданским обществом этого вопроса. И второе – это глубокие медицинские исследования, потому что до сих пор влияние, противоречивые данные, влияние нагревательных устройств на здоровье человека. Ну, в данном случае идёт речь о несовершеннолетних, и несовершеннолетним явно запрет. Единственным, кого заочное посвящение в эксперты не удивило, оказался бывший замминистра экономики области, а ныне советник министра Александр Ульянов. Он считает, что закон о штрафах за продажу нагревательных устройств нуждается в доработке. Однако его мнение на этот счёт никто не спросил. Вот этот законопроект всё равно половинчик. Потому что вообще спасти эти нагревания табака, как они сейчас называются, они вредны для здоровья, и, например, за рубежом уже достаточное количество смертей от этого накопилось. Потому что там вот в этих добавках присутствуют вредные для неких организмов веществы. Там есть доза табака, и привыкание получается. А если курящий переходит на это, то всё равно не освобождается от запасной зависимости. То есть там многоплановые вот это исследования были, и ничего хорошего это не даёт. У меня тут школы рядом, они, когда выбегают на перемену, то у некоторых есть вот эти вещи. И даёт попробовать там пруток, то есть каждый спробуй на вкусную одну штучку, по другую, там разные проекты, да? Генеральный директор мебельной фабрики Марии Ефим Кац о своём включении в список оценщиков законопроекта узнал от нас, но от комментариев по этому поводу отказался. Не в курсе событий оказался и председатель Совета директоров Лепты Яков Стрельцин. Значит ли это, что никакого реального обсуждения законопроекта прокуратуры об Айкосах на самом деле не было? И что оценка регулирующего воздействия закона была неэффективной? Своё мнение на этот счёт у председателя Торгово-промышленной палаты региона Алексея Антонова. Я бы уже не говорил, что это анекдот, но это формальное отношение к делу. Есть список предприятий, автоматом рассылается, что пришло, что не пришло. А вот здесь я тогда задаю вопрос, а насколько важны такие заключения, если вы так рассылаете, насколько они вообще вам важны для этого дела? Может просто федеральный законодатель решил, что оценку регулирующего воздействия нужно сделать. Вот так-то, так-то, так-то. Есть такой порядок. Ну, решил он и решил. Мы сейчас выполним это. А вот как выполним? У меня задаются вопросы. Мы что, во всех вещах так относимся к этому делу? Ну, вот как, допустим, прокуратура. Ну, штраф они определили. Ну, это благое дело. Да что там заниматься этим вопросом? Ясно и понятно, что его надо принимать. Детей нужно огородить. Но если мы здесь так решили, значит, мы где-то в другом месте так решим. И мы тогда теряем вот этот весь смысл, общественной экспертизы. И поэтому качество законопроектов у нас, как правило, очень на низком уровне. Это не есть хорошо. В нашей области есть много примеров того, как самое, казалось бы, благое начинание оборачивается имитацией. Но надзорный орган, выступающий с законодательной инициативой, на имитацию не имеет права. Ведь это тот случай, когда закон должен соблюдаться от и до. Если даже в такой морально и законодательно безупречной теме, как здоровье детей, наблюдается непрофессионализм, что говорить о других, гораздо более спорных, инициативах ведомства Сергея Филипенко? Какую экспертизу проходят они? Но наведение порядка в регулировании экономики в России может уйти 2-3 года. Об этом на текущей неделе заявил глава Минэкономразвития страны Максим Орешкин. По его словам, сейчас российские власти стремятся сделать деловой климат полностью предсказуемым как на макро, так и на микроэкономическом уровне. Далее цитата. «Мы планируем переработать все регулирования, которые были в прошлые годы, чтобы избавиться от ненужных норм, провести реформу под названием «регуляторная гильотина», сказал министр. Данная реформа должна завершиться к 21-му году. 21-й год, кстати, дата для отечественной экономики знаковая. Сто лет назад пришедшие к власти коммунисты провозгласили новую экономическую политику «НЭП». Шаг этот был по большей части вынужденный. Страна буквально лежала в руинах. Катастрофические разрушения, которые принесла гражданская война, крах производства, сельского хозяйства, голод и народные восстания. Можно сказать, что «НЭП» спас молодое советское государство от окончательной катастрофы. Вновь легализованные рыночные отношения по сути возродили экономику в стране. Вернулись частные предприятия, в страну пошли иностранные инвестиции, произошла стабилизация денежной системы. Постепенно отменялись госмонополии на производство различных видов продукции и товаров. Ленин говорил, что «НЭП» это всерьез и надолго, правда при этом давал ему не более 10 лет. Но после смерти вождя новая экономическая политика продержалась лишь несколько лет. Уже в 28-м с ней было покончено. Реформы 90-х, рост экономики в нулевых вполне можно сравнить с тем советским «НЭПом». Правда, народившийся на рубеже 20-21 веков российский бизнес, в отличие от ленинского собрата, держится несмотря ни на что, даже на регулярные обещания о поддержке. Это повторяющаяся картина, реально. Мы, к сожалению, она повторяющаяся, она напоминает ситуацию с «НЭПом», а, к сожалению, у нас и другое не повторяет. Мы как-то пропустили один очень важный этап, который был 100 лет назад, это индустриализация страны. Михаил Петриченко – уполномоченный по правам предпринимателей в регионе. По его мнению, вопреки декларациям, число препонов для бизнеса меньше не становится. Новые инициативы порождают новые проблемы. Все-таки у нас КПА законно-творческий так или иначе ориентирован на создание новых законодательных инициатив. И все законодательные инициативы, к сожалению, последние пять лет, то, что мы наблюдаем, они идут в сторону ужесточения и усиления проблемы. То есть говорится о том, что необходимо уменьшать количество новых законодательных актов, бизнес должен существовать в стабильных условиях, но у нас, к сожалению, это не происходит. Проблема с чем на сегодняшний момент самая большая и самая основная проблема, если мы будем говорить для бизнеса, малого возникает, ну, самое серьезное, это отмена ЕНВД с 2021 года. История этого налога старая, он с 1999 года, уже 20 лет. Да, есть определенные нюансы, если рассматривать историю, он бы выводился для того, чтобы выводить из тени, но с реквидацией этого налога мы получим то, что большая часть бизнеса либо уйдет в тень, либо будет адаптироваться с очень болезненно к другим типам налогообложения, но полноценной замены ни патент, ни упрощенная система налогообложения, единого налога на уменьшенный доход пока невозможна. Вторая проблема очень большая, это контрольно-кассовая техника. Она тоже связана с единым налогом на уменьшенный доход, очень много вопросов, связанных с ведением определенных видов деятельности, дополнительная нагрузка, так называемая, неналоговая. То есть вхождение на сегодняшний момент в бизнес нового, новых предпринимателей, оно утяжеляется. Если раньше там это стоило, там зарегистрировали уставный капитал 10 тысяч рублей, и можно было уже начинать дело. На сегодняшний момент это уже дополнительные затраты, связанные с содержанием контроля на кассу и технике, ведением бухгалтерского учета и так далее. Столетия назад, вновь разрешив ведение бизнеса, государство не отдало в руки частников самые лакомые куски. Сохранялась монополия на внешнюю торговлю, использование транспорта, закупки сельхозпродукции и всех видов сырья. В руках госаппарата были все финансовые ресурсы. Вот и сейчас есть целые отрасли, где доля частного бизнеса минимальна, либо вовсе равна нулю. Крен в экономике делается в сторону крупных госкорпораций или компаний с серьезным участием в них государства. С точки зрения объемов корпораций и валового продукта, только недавно читал информацию, порядка 70% это госкорпорации и государственные банки на сегодняшний день. Опять же, с участием доли государства обслуживает. Впрочем, тот же министр Максим Орешкин говорит, что да, в России есть стратегические отрасли, где доля государства высока, но и малому бизнесу есть где развернуться, к примеру, в сфере услуг или IT-технологий. Этот сектор, мы видим, развивается другими темпами. Там двузначные темпы развития, 20-30% ежегодно этот сектор прибавляет. Михаил Волков, член областной общественной палаты и предприниматель. Он не согласен с тем, что нынешняя ситуация в экономике напоминает НЭП. В отдельных секторах бизнес показывает вполне неплохие результаты. С одной стороны, есть положительные вещи, то есть, например, у нас очевидный прогресс происходит в сельском хозяйстве, у нас происходит положительная динамика в переработке сельскохозяйственной продукции. Проблема в том, что, конечно, эти отрасли не составляют большинство ни российской экономики, ни, очевидно, экономики Саратской области. Тем не менее, Михаил Волков признает, класс предпринимателей существенно сокращается. Получается, что у нас 6 лет назад в области было 82 тысячи предприятий всех видов. То есть, это и микро, и малые предприятия, индивидуальные предприятия, и так далее. Но в настоящее время, вот два года назад у нас их было 76 тысяч, и говорили, что есть рост. У нас в этом вопросе я вот этих цифр не очень понимаю, да. А вот последняя цифра неделю назад, которую мы получили из Минэкономики, это 73 тысячи 900 предпринимателей. То есть, динамика очевидна. НЭП-версия 1.0 кончился быстро и ожидаемо. Его современная версия пока жива. Однако, есть ли у нее будущее? В настоящее время в Саратской области создана инфраструктура поддержки бизнеса. Начиная с многофункциональных центров по оформлению документов, фонд микрокредитования, венчурный фонд, бизнес-инкубантер, корпорации развития и масса-масса других структур. Поэтому, я вижу, что большое количество денег, которое протекает из бюджета на поддержку бизнеса, на развитие, оно как раз попадает в эти самые структуры. И это, с одной стороны, хорошо. Проблема заключается в том, что из этих денег практически ничего не попадает в сами организации, которые объединяют этот бизнес. То есть, там, где сами предприниматели находятся, там, где они лучше понимают, что нужно для поддержки, вот туда эти деньги не попадают. И это проблема. Это существенная вещь. Поэтому, мы говорим о том, что, с одной стороны, есть правильные задачи и цели, которые ставятся, а с другой стороны, вот именно в конкретном случае реализации происходит не совсем корректным образом. Поэтому, на сегодняшний день, мы все абсолютно заинтересованы в том, чтобы приходили молодые предприниматели, чтобы они действительно поверили в то, что бизнес является действительно эффективной профессией, в которой можно себя реализовать. Но, по факту, по статистике, таких людей обычно не более 3%, и сейчас мы уже ушли ниже этих 3%, если брать по количеству людей, которые находятся в этом секторе самостоятельно. Вот, поэтому, на сегодняшний день это проблема. Вот, я думаю, что ее можно решить только комплексно, путем очень больших структурных перемен на федеральном уровне и на областном. Оптимизма нашим экспертам не занимать. Тот же Михаил Волков связывает надежду на лучшее с национальным проектом, посвященным поддержке малого и среднего предпринимательства. Срок его реализации до 2024 года. Цель, число граждан, которые заняты в этой сфере, должно достигнуть 25 миллионов человек. Как будет на самом деле, узнаем, причем ждать осталось не так долго. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий.